Умножение и деление. Ну вот это сейчас нам нужно просто получить некоторый ряд важных утверждений. Ну и дальше можно просто в бой, дальше на самом деле можно уже доказывать теорему арифметики основную, ну и заниматься серьезными вещами. Итак, какими свойствами обладает умножение? Из картинок можно получить вот такую вот формулу, связывающую умножение и сложение. И в общем-то это и есть самая основная формула, которая определяет множество с двумя операциями. Множество с двумя операциями плюс и умножить называется кольцом. Если по плюсу множество является абелевой группой, ну то есть вот как z, да? А по умножению выполнено это соотношение. Если больше вообще ничего не потребовать, то это такое самое абстрактное кольцо. Но обычно умножение еще каким-то свойствам удовлетворяет, например, ассоциативности. Почему верно вот это? Потому что если я нарисую прямоугольничек, у которого вот здесь длина b плюс c, и умножу его на a, это площадь всего большого вот такого прямоугольника. А справа стоит площадь прямоугольника номер один и площадь прямоугольника номер два. И я как бы я обращаюсь к визуальной очевидности, да, что если фигура составлена из двух пересекающихся только по границе фигур, то площадь суммарная вот эта вот, суммарная площадь этих двух составляющих равна площади всей фигуры. Поэтому a на b плюс c равно a b плюс a c. То есть я как бы не вдаваясь в аксиоматику, я вам просто показываю, почему верна вот эта вот формула дистрибутивности. И это тоже красиво, это прямоугольный параллелепипед надо нарисовать, да, и посмотреть, чему равен его объем. С одной стороны он равен площади низа на высоту, а с другой стороны он равен длине этой стороне на площадь боковой. И вот у меня получается, да, что так и так, посчитаешь, будет одно и то же, потому что будет так и так объем параллелепипеда. Но это, естественно, уже обращение какой-то интуиции, связанное с пространством. Ну, ее вот полезно нарабатывать очень рано, детский сад, не знаю, первые, первые классы. То есть вот эти визуальные образы должны быть страшно рано для детей. Ну вот, ну и еще как бы на самом деле есть единица, которая при умножении на любое число дает то же самое число, которое мы пытались умножать. Но в целых числах не всегда есть такое b, что a умножить на b равно единице. Более того, его почти никогда нет на самом деле. Вот, оно есть только при a равно единице, тогда b равно единице. Или при a равно минус единице оно есть, тогда b равно минус единице. То есть делить, вот взять обратное в целых числах почти никогда нельзя. Но все-таки решить уравнение a, x равно b, или оно же x, a равно b, можно иногда, ну как бы, ну так сказать, когда a и b отличные от единицы, такое уравнение иногда разрешимо. Вот, и мы говорим, что если уравнение разрешимо, то b делится на цел на a. То есть иными словами, иными словами, определение такое, b делится на a, тогда и только тогда, когда существует какое-то c, такое, что b равно a c. Все. Вот делимость чисел это вот это свойство. И все, и больше ничего, все остальное можно вывести. Например, почему нельзя делить на 0? Почему, в самом деле, почему? Ну, давайте попробуем. 1 делится на 0, эквивалентно тому, что существует c, такое, что 1 равно 0 умножить на c. Но площадь прямоугольника, у которого одна из сторон равна 0, равна 0. Также можно, на самом деле, в лоб вывести, что произведение 0 на любое число равно 0. Потому что смотрите, как это можно написать. 0 минус 0, да, равно 0 умножить на c. То есть 0 на c минус 0 на c. А теперь уже я из числа вычитаю его же, поэтому это 0. То есть, видите, мы пришли к противоречию. Если бы 1 делился на 0, это бы означало, что существует такое число c, что 1 был бы равен произведению 0 и этого числа c. Но 0 при умножении на любое число дает 0. Это можно было отдельной лемой сказать, но вот я это все равно уже доказал. Вот, то есть тогда бы 1 был равен 0, да, но в целых числах это, естественно, не так. 1 не равен 0. Ну и вообще, мы обычно пишем, что вот если выполнен вот этот набор аксиом, да, то еще если AB равно BA, кстати, да, AB равно BA в целых числах дополнительно, то мы имеем дело с кольцом коммутативным, ассоциативным, с единицей. Вот. А если еще выполнено, что всегда можно взять обратное, то мы говорим, что мы имеем дело с полем. В этом случае по умножению мы имеем группу всех чисел, ну кроме 0, да. То есть для 0 мы уже понимаем, да, что мы не можем взять обратное для 0, видите, 0 умножить на любое число равно 0, поэтому никогда не равно 1. То есть из этого же равенства видно, что у 0 нет обратного, да. Вот. Ну и, соответственно, пытаться обращать можно любое другое число. В целых числах не получается обращать не только 0, но и некоторые другие числа нельзя обратить, да. Есть свойство делимости, и это нетривиальное свойство, которое, собственно, мы и будем изучать в ближайших нескольких наших роликах и встречах. Но если в каком-то множестве любое число, кроме 0, обратимо, то такое множество называется полем. В нем есть две операции плюс, и это множество образует группу относительно плюса. И если выкинуть 0, то все оставшиеся числа образуют группу по умножению. Да еще вот эта вот дистрибутивность выполнена. Это вот если все вместе потребовать, то это мы назовем полем и отдельно изучим целый ряд свойств, которому удовлетворяет любое поле. Вот. Значит, соответственно, то же самое верно для любого числа. Вот здесь как бы я пытался делить на 0 единицу. Но если бы я пытался делить на 0, 2, 3 и так далее, было бы то же самое. Мы бы получили, что это 2, 3 и так далее равно 0. А 0 делится на 0? Парадоксально, но ответ да. 0 делится на 0. Строго по определению. Потому что существует с, например, равный 1. А хотите, возьмите 2, хотите 3, хотите 0. Такое, что 0 равно 0 умножить на с. То есть строго по определению 0 делится на 0. Но мы не делим 0 на 0, потому что когда мы говорим, чему равно 0 на 0, мы хотим сказать, что оно равно тому самому числу, которое при умножении на 0 дает 0. Но того самого одного единства не существует. То есть когда написано уравнение 0 на 0 равно 0, проблема в том, что нет однозначно определенного решения. Любое целое число является решением этого уравнения. Поэтому 0 на 0 разделить нельзя. Будет любое число. А если я здесь написал 0 умножить на x равно 1, например, или любому другому не на любому числу, то проблема в неразрешимости этого уравнения. Нет такого x, которое мы удовлетворяем. То есть их либо как бы очень много, либо их нет вообще. Вот поэтому мы и говорим, что на 0 делить нельзя. Ну получается в любом случае ерунда. Ну вот, а что вообще на что можно делить, да? То есть вот я взял какое-то число. Вот на какие числа я могу его делить? Вот это и есть предмет науки арифметика. Предмет науки арифметика. И, собственно, для всех последующих наших свойств, которые мы будем изучать, важнейшим является утверждение о разложении на простые множители. Вообще концепция простого числа, простым числом называется число. Напоминаю просто, да, наверное, все знают. Если оно делится только на 1 и себя. Ну, а на 1 и себя оно делится строго по определению. Ведь p равно p умножить на 1. Поэтому p делится на p, так как существует c равное 1 при умножении на p, дающая p. И p делится на 1, так как существует c равное p при умножении на 1, дающая p. То есть два таких делителя у него в любом случае есть. Так вот, оно простое, если других нет. Но вопрос, какие делители у произвольного числа n. Он чрезвычайно красивый, сложный, интересный. Нет, он совсем не сложный. Он чрезвычайно красивый, довольно сложный. И сводится к вопросу о разложении чисел в произведение простых. И в конце концов, к основной теоремой арифметики. Ну и вот сейчас мы как раз уже к ней полностью подготовлены. И в дальнейшем будем заниматься этим вопросом. Какие делители есть у числа n? Если бы мы обратный вопрос поставили, какие числа делятся на n, то ответ был бы очевиден, это число вида nz. Все, все кратные, вот эта вот подгруппа целых чисел, которые делятся на n. Но вопрос о делителях, он является более сложным. Вот, собственно, к нему мы и переходим. Спасибо. Спасибо. Спасибо.